В регионе сегодня продолжается весенний призыв служить Родине. Этой весной отправится около двух тысяч призывников. Нести службу им придется в различных уголках России. По традиции перед отправкой на областном сборном пункте для молодых людей провели концерт и экскурсию. На дне призывника побывал Андрей Дозорцев. По прибытию на пункт переодевания призывники должны получить военное бундирование и переодеться в него. Экскурсия по сборному пункту словно репетиция самого начала службы. Уже через несколько дней или недель они придут сюда, чтобы собраться в дорогу. Призывникам подробно рассказывают, что их ждет, начиная с пункта переодевания. Знакомят с военной формой. Берцы. Такие берцы нормальные сейчас, хорошие берцы. С ортопедической стелькой. Каждый призывник получит целый комплект одежды. В нем обувь, носки, нижнее белье, шарф, фуражка, верхняя одежда. Несмотря на теплую погоду, даже предусмотрена зимняя форма. На северные регионы отправляют. Там холодно, до 20 градусов мороза, поэтому всякое бывает. Зимняя форма что внутри? Синтепон? Синтепон. Вместе с призывниками экскурсию проходят родители. Именно у них сегодня много вопросов. Например, в казарме. Интересуются, сколько дней здесь проведут сыновья. Молодой человек должен находиться на сборном пункте не более трех суток. Казарма в сборном пункте такая же, как и в военных частях. Призывники могут наглядно увидеть, что их ожидает на службе. Иван Шевлягин уже решил, какую полку, верхнюю или нижнюю, он займет. Снизу. Почему? Легче вставать, чтобы еще сверху спрыгивать. Вот руку поду ночью. На экскурсии призывники Ленинского и Новоавятского района города Кирова. Первая ночевка здесь им предстоит уже скоро. Отправки будут идти с конца апреля до середины июля. У каждого призывника запланированы свой график и место службы. Основная часть все равно пойдет в центральный военный округ. Это подавляющее большинство. Но нынче весной появился наряд и на военно-морской флот. То есть будем призывать на надводные корабли. Также есть на Дальний Восток. Сухпаек выдается на сутки следовательно. Москва сутки, например, Свердловск на двойство выдается. В дороге призывники не будут голодными. В столовой рассказывают, чем собираются кормить защитников Родины. В пайке сразу завтрак, обед и ужин, начиная от тушеного мяса, заканчивая повидлом. Призывников накормят и в сборном пункте. Причем нормы питания, говорят, сейчас увеличены. Голодные никого не бывают. Даже вот ребята, извини, у некоторых поесть и нечего. Я никогда голодным не оставлю. Я сам солдатом пошел. Не только увидеть, но и попробовать. На полевой кухне призывникам и родителям предлагает настоящий солдатский обед. В меню чай и каша с тушенкой. Говорят, очень питательно. Всегда считалось, что гречневая каша считается стратегическая каша, в которой есть необходимое количество калорий для выполнения военнослужащим задач, которые на него возлагаются. Вкусная каша? Как дома. Но дома лучше все равно. Почему дома лучше? Не знаю. Вспомнить дом и семейный ужин им предстоит еще не раз. Впереди у них целый год службы вдалеке от родителей. Спокойнее перенести расставание с близкими как раз помогают такие экскурсии и концерты. Сегодня армия для молодых людей и родителей стала понятнее и ближе. Хотя сами мамы признаются, вряд ли их до конца сможет покинуть волнение. Любая мама волнуется. Тяжело, конечно, когда ребенок рядом с тобой. Год его не будет. Не на прогулку едет, служить родине. Ну, что делать? Андрей Дозорцев, Владимир Подлевский, Хвести, Кировская область.